Здесь у него перелом двух позвонков был, стоит металлоконструкция, состоящая из восьми винтов штанта, так называемая тратопедикулярная фиксация. Здесь тоже все хорошо, все срослось. Снимки пестрят от металла. Помимо укрепления позвоночника, штифты стоят в бедре. По словам врачей, после операции такой сложности скелет способен выдерживать привычные нагрузки. То, как я себя чувствую, это очень важный показатель. Всего год прошел после операции. Ранее мы сделали множество снимков, доктор посмотрел и еще раз сказал, Джон, все очень хорошо. Я счастлив, я могу гулять, у меня нет проблем со спиной. Спасибо всем томским докторам и медперсоналам. Повреждения, которые были у Джона, были достаточно сложные. Каждое из повреждений могло привести либо к инвалидности глубокой, либо вообще к очень плохому исходу. Но все, слава богу, получилось вовремя, хорошо. По отзывам зарубежных коллекций, все было сделано на очень высоком профессиональном уровне. Мы этому радуем. Сложные переломы Джон Макинерни, солист группы Bad Boys Blue, получил 4 марта прошлого года. Лексус, в котором ехал 59-летний музыкант, попал в серьезное ДТП с грузовиком на трассе Томск-Новосибирск. Экстренно принять пациента, к которому будет приковано много внимания, согласились в Томской ОКБ. Сегодня исполнитель смог самостоятельно изучить город. Если ироничный памятник любовнику не оставил гостя равнодушным, то вот погода сыграла с артистом злую шутку. Внезапный ливень не дал сделать залп из пушки на Воскресенской горе. Вместо этого получилось сделать памятные фото на фоне панорамы города. И уже завтра Джон Макинерни даст особенный и бесплатный концерт в БКЗ специально для томских медиков, которые в буквальном смысле вновь поставили звезду 80-х на ноги.